Что у нас нового в геосервере? Сейчас выходит уже версия номер 2.10. 2.9 благополучно будет забыто. А может и не совсем. Не так давно ездил на конференции в FOSPHO-G. Только я с Ильей там виделись. А в принципе на экранах вообще отличный вид. В основном все посмотрено и послушано там. Очень много всякой инфы они рассказывали. Куча у них планов. Чем мне кстати понравилось на FOSPHO-G в этом году. Остальные я просто слушал по видеозаписи. В этом году по геосерверу было много классных докладов. По практической части как раз как ведет себя геосервер в продакшене. Это на самом деле были классные штуки. Единственное это такие. Там был целый воркшоп. Четырехчасовой. По тому, а как же эту бедолагу настроить. В принципе половина воркшопа как обычно была посвящена. Как все вокруг Java. Это как заставить Java отдать память. Потому что ну да, все как обычно. Сколько дал, вот столько забрала и больше никогда не отдаст. Это целый сертификат дали. Что из приятных мелочей? Ну в принципе переход на Java 8 логичен. Обещают где-то через полгодика переползать уже на девятую. И плюс там у них еще был анонс. Новый Викет. Чуть-чуть няшнее стала админка геосервера. Наконец-то геопаккедж. Теперь они его наконец втянули из комьюнити модулей в трамк. Все будет красиво и классно, я надеюсь. Теперь можно будет не только шейпами жить, но и геопаккеджем. К шейпам они добавили несколько новых кастырей. То есть сказали, о классно, мы поддерживаем геопаккедж. Но если вы такие ленивые, не хотите идти в ногу со временем, у нас все равно есть шейп для вас в ФС. Но поскольку теперь данных слишком много, а у шейпа ограничены данные, теперь мы вам будем выгружать полистные шейпы. Также они сделали полностью каскадный ФС. Если раньше был каскадный ВМС, берем со всех серверов, собрали ВМС, прокидывали через геосервер, радуемся единой точке входа. Классно, теперь все проксируем уже через ВФС, даже аргиз. Очень много они поработали над растрами. Классно, кстати, сделали все с мозаиками. Теперь наконец-то у мозаики есть маски. Наконец-то можно вырезать кусочек из мозаики. Очень няшно, классно смотрится на слайдах. Можно использовать, наконец-то, разные схемы снимков в мозаике. То есть если у нас есть RGB и серый, или, например, многоканальный снимок, мы, наконец-то, можем их слить в одну мозаику. Раньше это было просто невозможно. Можно, наконец-то, использовать разные проекции в мозаиках. Раньше было ограничение, что все только в одной проекции, мучайтесь, перепроецируйте свои растры, и все вместе слепляйте. Чуть-чуть они подкорректировали, в общем-то, соптимизировали работу мозаик. Что классно, теперь интеллектуальные гранулы, когда мы запрашиваем, собственно, экстенд нужный из сервиса, мы получаем снимочки только те, которые попали сверху, а не все под ними. Как любил раньше делать геосервер. То есть если у нас топок снимков 10 штук, ну, геосервер все 10 собрал, все 10 отрендерил, верхний показал. Теперь он умный, теперь он, если один снимок перекрывает все остальные, покажет только его. Оптимизировали рендер, теперь нормально отображается, теперь у них SLD корректно забирает каналы. Если раньше сначала все каналы уходили на геосервер, он их забрал, переварил в SLD, потом отдал клиенту, что получилось. Теперь SLD сразу забирает только нужный канал. Вот со стилями, да. Перпендикулярно все, то, чего ждали многие пользователи геосервера, когда нужно было, например, сделать кейзинги у дорожек. Классическое, это два буфера, теперь можно этот кейзинг красиво оформить. Появились так называемые динамические стили. Это когда у нас можно настраивать стиль не с предопределенной, например, градацией. Ну, то есть там natural breaks сделали у растров один раз. И сидим мучаемся, если другой растр не попал в эти интервалы, или попал только в один. Нет, теперь динамически говоришь, все, все растры какие отображаются, дели по пяти градациям natural breaks. Отлично, классно. Теперь, наконец-то, можно проверять стили прямо в интерфейсе геосервера. Раньше у CSS надо было сначала сохранить, потом посмотреть. Теперь это все веселее. Теперь можно сразу превью делать. Наконец-то в CSS они впилили все трансформации. Можно псевдо-3D с помощью CSS сделать, ура. Совершенно непонятная командская функция Ямла. Вот не знаю зачем, но от них очень хотели. И у них совершенно чудесный теперь появился стандарт у YSLD. Вот именно такая реакция у меня и была. На самом деле, зачем нужен Ямл? Можно объяснить, например, Таймл Билла, который дает проблема. Ну, Таймл Билл-то слегка умер. На самом деле, зачем? Что это, скажите? Ямл это... Еще один стандарт стилизации данных. Там Ямл видит банально, чтобы можно было сказать, запросы писать в одном из строя. Это да, да. Но, в принципе, SLD и CSS и так с этим справлялись. А они теперь просто в SLD еще впилили конвертер из Ямла. Ну, что-то на самом деле прикольное. Теперь можно взять Ямловский стиль и его запулить в GeoServer, а не долго и мучительно настраивать SLD и CSS. Появилась, наконец, настраиваемая легенда. То есть, что хотели, то настроили. В сетку, в линейку, в столбик. Раньше он просто выдавал, как получится. Очень мне понравилась, на самом деле, функция. Это комбинирование JPEG и PNG при отдаче VMS в МТС. То есть, он теперь интеллектуально определяет, нужна ли прозрачность в тайлике, или нужен ли антиолизм для текста. И отдает, в зависимости от того, что попало на этот тайлик, JPEG или PNG. Сильно упрощает работу, сильно ускоряет сервис. Я попробовал, на самом деле, шустренько. Наконец-то плагины MBTiles, UTF Grid и VectorTiles перешли из каких-то непонятных модулей где-то на задворках GitHub в комьюнити. Сейчас их планируют затянуть такие в транк и сделать их полностью поддерживаемыми. Привет Mapbox. Они очень часто говорили, что вот теперь-то вы можете отказаться от Mapbox и перейти в GeoServer. Очень классная фича, мне понравилась, это N-Dimension. Теперь VMS в МТС можно использовать больше, чем три измерения. Можно визуализировать данные, если у нас еще много показателей. В VPS очень была большая сессия. В принципе, они двигаются в очень прикольном направлении, приближая это, в общем-то, к тому, что, например, изришники у себя делали, это публикация скриптов. Прямо на сервер контроль за этими скриптами на сервере. Мы совершенно классно контроль ресурсов сделали, то есть теперь можно смотреть, кто чем занимается с WPS, кто что запросил. Все ограничения, ограничения по запросам, ограничения по хипу. Мне понравилось. Классно, красиво. Наконец-то они допилили админку до того, что иконки, шрифты и конфиги можно хранить уже не где-то в файловой системе, а в базе. Более того, наконец-то можно управлять своим конфигом прямо из браузера. Залез в DataDeer, поправил там все, что тебе не надо. Совершенно наркоманская штука — это параметрический конфиг, когда в зависимости от окружения геосервер везет себя по-разному. Я пока не понял, как это работает. Выглядит красиво. Но пока просто не попробовал, как это будет. Сделали какая-то система бэкопирования. Все классно, все красиво. Можно спокойно сохранить весь свой конфиг с геосервера, потом его восстановить. Все очень часто полезно при переходе с версии на версию, потому что есть риск, что все сломается и навеки. Забавная вещь — виртуальный бэкап. То есть когда мы пытаемся восстановить бэкап, не восстанавливая его. Проверили — может восстановиться. По безопасности они наконец-то допилили нормальный LDAP. Кто любит, может наконец-то пользоваться. Добавили свой плагин Geofence в коробку. Теперь все классно, безопасно. Теперь можно управлять доступом хоть к конкретному тайлику. Вот это вот там наш Вася на айпишнике 91.132 может получать этот тайлик только два раза в день. Даже так. Геогик. Внезапно он живой. Я о нем периодически слышу. Он как-то происходит. Ну, Геогик — это такой гид для геоданных. Зачем он нужен, кому — до сих пор я не понял. Может быть, кто знает, пояснит. Он жив. Его, наконец, внедрили в геосервер. Теперь в геосервере можно вести свои ветки геоданных. В принципе, наверное, это какая-то альтернатива ARC-SDE и версионированию, но какая-то она не очень удобная, как по мне. Что самое интересное, они наконец решили отказаться от ARC-Low и Java. Хотят переползти полностью на OpenJDK и призывают всех вместе с ними переписать их плагин для обработки растров на GeoTools и OpenJDK. Всех зовут. Да. Не гадал, что Java равна OpenJDK с шестой версией? Не совсем нет. Java является все равно проприетарной. Там хитро. И более того, не все... Мы даже убедились, геосервер по-разному себя ведет на нативной Java и на OpenJDK. По-разному. Это тоже для меня было открытие. Я тоже думал, что, в принципе, у Java никаких различий не должно быть. Оказалось, есть. А в чем это? А вот... Вот на самом деле, поскольку я не Java-разработчик, я не могу разобраться в этом, но просто вот коллеги, которые кодят, они вот, да, жаловались на странное поведение геосервера на OpenJDK. Но нормальное поведение на, в общем-то, с аратловой Java. А в основном глюки наблюдаются как раз на плагине для работы с растрами. То есть с растрами на OpenJDK геосервер работает медленнее и с большим количеством артефактов. Да, я когда-нибудь допишу все то, что я везде рассказываю про геосервер. Очень классно, на самом деле, были доклады на FosforGNA. Я, к сожалению, туда не попал, но послушал. Там с геосервером связаны два больших доклада по GeoMesa и GeoWave. Это все, что касается визуализации Big Data. Все вокруг Hadoop, Cassandra, Kafka и прочие развлекухи. Очень много, наконец-то, докладов по Production. Я надеюсь, я все это, наконец, переведу и куда-нибудь выложу. Все. В принципе, это самое интересное, что я услышал на FosforG. Хотя, если есть какие-то вопросы, я могу постараться на них ответить. За какой период и почему так много чего? За какой период эти фичи пилились? Эти фичи — это то, что они впиливают в 2.10. То есть это примерно полгода разработки. Многие фичи они, наконец, просто допилили. Многие фичи они, наконец, перенесли в Trunk из комьюнити. То есть у них были кучи комьюнити-модулей, вот, например, те же MB-Tiles, UTF-Grid и Vector-Tiles. Кто-то что-то написал, как-то оно работает, но никто ничего не гарантирует. Сейчас они это забирают уже... То есть они добавили кучу контрибьюторов. По-моему, с 90 до 130 у них добавилось. Они провели несколько спринтов по организации, наконец, в своем комьюнити. И, в принципе, почистили немалое количество багов. В принципе, они, наконец-то, вычистили свою джиру, что прекрасно. И просто была джира там с какими-то багами там в середине 2000-х годов. Наконец-то они все почистили, все красиво, классно. Планируют еще дальше такие же спринты проводить. И дальше как раз работать с комьюнити, чтобы переводить все модули самопальные, самописанные в поддержку. В принципе, поэтому так много. Субтитры сделал DimaTorzok